как всегда в это время ваше медицинское ток-шоу алло доктор единственная медицинская программа в которой вы задаете вопросы просто в прямом эфире и сделать это можно двумя способами первый позвонить нам второй написав на форум или фейсбук и вот вопрос нашей сегодняшней программы сегодня у программе украл сдал дозы украл сдал дозы эпидемия наркомании в украине чему молоди хлопцы та девчата обирают залежность за якими ознаками можно заподозрить и людину в вживании наркотиків чеснують насправді колишні наркоманы та які методы лікувания залежности дейсно працюють и что такое гипноз против бажанья отримать дозу про все це замыть в эфире вашего медичного ток-шоу алло лікарю тема нашей сегодняшней программы как вы лечить зависимость поговорим об этом сегодня и кто же будет отвечать на мои и ваши вопросы василенко віталій иванович лікар психиатр психотерапевт нарколог керевник психотерапевтичного наркологічного центра у запоряжи автор запатентованої методики лікувания наркомании та інших залежностей стаж роботи 40 років життєвий девиз щастя это коли ты робишь те что здається недосяжным здравствуйте виталий иванович добрый день и хотел бы напомнить телефон нашей студии 490 1134 звоните не стесняйтесь мы ждем ваши телефонные звонки виталий иванович вы знаете ну вот зависимость и это слово уже практически стало ну к сожалению для многих родным словом зависимость и зависимость мы не только когда говорим слово зависимость мы говорим зависимость к наркотикам к алкоголю зависимость к еде и злоупотреблению едой зависимость к компьютеру к интернету зависимость зависимости да к чему угодно зависимость вот скажите мне пожалуйста вот такое огромное огромное такое количество людей которые страдают этим недугом действительно ли они больны я во первых считаю что зависимость это слово ну это действительно патология это действительно болезнь это действительно не свобода и с этим смиряться и соглашаться ни в коем случае нельзя как врач нарколог я к сожалению сейчас констатирую тот факт что намного больше стало больных нарко алкоголь на с алкогольной зависимостью я связываю это с положением в стране связываю с войной связываю с экономической нестабильностью но действительно великому огорчению растет количество вот таких зависимостей вот вы сейчас сказали опять таки употребили только ну наиболее скорее я так думаю распространенные зависимости и самые опасные это наркозависимость алкогольная зависимость я объясню почему это то что словом проблема но характеризовать сложно эти люди совсем молодыми уйдут из жизни к сожалению они долго не живут они не оставят после себя многие не потом что не познает счастье не сделают никого счастливым это то что очень агрессивно кратко течь быстротечно и то что действительно убивает я говорю о других зависимости вы сказали о переедании ожирения это тоже разновидность зависимости это тоже вид несвободы и в крайней степени приводит не просто к патологии может привести гибели точно также как другая сторона анорексия пытания попытка довести до идеала уже извращенного идеала свою фигуру приводит к тому что человек погибает и с проблемой ожирение с проблемой анорексии мне приходилось и приходится сталкиваться и эта проблема лечится но я всегда акцент делаю на самое сложное самое страшное это наркомания алкоголизм это то что убьет я еще раз повторяю убьет молодым вот я предлагаю самом начале передачи чтобы все наши телезрители понимали что же тогда действительно убивает какая зависимость убивать потому что не секрет что к сожалению алкоголь употребляет ну наверно 80 процентов взрослого населения наркотики знаете под маркой легкие наркотики ну наверное я может быть ошибусь может быть нет если скажу что где-то 15-20 процентов взрослого населения курят марихуану я надеюсь меньше эти цифры при этом вот эти категории людей которые употребляют и легкие наркотики и употребляют просто алкоголь они не считают что у них есть зависимость вот с вашей точки зрения что же такое зависимость не просто зависимость а которая убивает во первых понятия условно легкий наркотик не существует рано или поздно переход от легкого более страшным более тяжелым более жестоким по воздействию на организм наркотиком происходит и в то же время статистика многие просто не знают что те же легкие наркотики даже марихуана может приводить хроническим галлюцинозом и психиатрии болезни и человек практически вычеркнутые жизни по поводу алкоголизма это просто как заболевание растянуто по времени чуть больше шансов прожить больше чем при наркозависимости по наркозависимости очень особенно некоторые виды наркотиков очень быстротечен путь и очень быстро погибают либо же теряют рассудок либо же грубые поражения психики нервной системы то есть человек становится инвалидом неполноценным буквально как говорят вы овощем в отношении алкоголизма вы скорее всего имеете ввиду бытовое пьянство которое где-то грань от бытового к алкоголизму рано или поздно алкоголизм может возникнуть это когда теряется контроль человек не способен остановиться когда по его появляется похмельное состояние за поиски толерантно снижается ну и изменяется уже сама по себе личность рано или поздно меняется и финал все равно они становятся вот то что мы видим бомжи вот эти несчастные люди изгои вычеркнутые жизни они умирают умирают просто более позднем возрасте нежели наркозависимые спасибо большое за ответ у нас есть уже телефонный звонок здравствуйте слушаем вас здравствуйте здравствуйте случайно смотрел телевизор и увидел как бы знакомое лицо виталий иванович виталий иванович дорогой вы наш человек пользуясь случаем я хотел бы поблагодарить вас пожелать вам долгих лет жизни очень умолнуюсь сейчас пожелать вам долгих лет жизни и чтобы побольше сделали того что вы делаете это говорит человек зовут меня юрий я проходил лечение вашей клинике в 2007 году результатом этого лечения стало то что сегодня моему сыну исполняется 8 лет здесь я познакомился со своей будущей женой у нас все хорошо все замечательно поверьте мне виталий иванович много людей прошло но я думаю он помнит и знает кто сейчас говорит как бы всего вам самого-самого хорошего спасибо спасибо большое за такое такие такие звонки очень приятно я примерно догадываюсь у меня несколько но это не норма но было действительно несколько пар которые знакомились и создавали семьи но это не правило это исключение справил и причем семьи счастливые любящие успешные вот это я догадываюсь от кого звонок виталий иванович в продолжение зависимости тема нашей сегодняшней программы зависимость к еде вот опять таки когда мы все вы знаете это как вот если мы четко понимаем с вами вы это сказали что алкоголь это изначально яд который убивает и молниеносно убивает я игру и наркотик наркотик алкоголь это тоже я который немножко дольше времени еда еда это то без чего мы не можем прожить но при этом мы уже говорим о том что еда точно также может наносить вред и может появляться вот эта зависимость от еды чрезмерное регулярное переедание как здесь понять только масса тела нам подсказывает и состояние здоровья что действительно это стало уже зависимости и еще какие то есть критерии для вас вот как для специалиста критерий есть такая определенная связь стрессы какое-то напряжение и человек это атомистический старый древний рефлекс от наших предков когда момент опасности надо было запасаться жиром едой но это от животного не характерно для человека можешь есть рассудок разум так вот я сталкиваюсь и ожирение чаще всего стресс любое напряжение это заканчивая тем что человек заедает есть 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 ним не пытаясь остановиться и не имея для этого возможности и сил и в отношении веса все-таки критерий для когда сказать это болезнь это уже катастрофа если просто эстетические какие-то категория здесь совете обычно и не беру таких людей на лечение гораздо интереснее когда очень тучно избыточно тучно человек который не способен себя обслужить еле двигается и заложить под сознание программу или идеал глубинного я то за человека которому он хотел бы быть стремился и механизмы очень сложные в этот момент запускается и подавляется излишнее передание причем там есть методы психологической регуляции есть воздействие гипнозом и человек сбрасывает весь вес худеет то есть из действительно коллекте который неполноценного который может и погибнуть который не в состоянии себя обслужить которая закомплицован потому что он посмешище для окружающих тут масса факторов многие стесняются на пляже раздеться стесняются показать свое тело это уже масса комплексов затем нас движение практически ограничено обслуживать себя работать не способен в итоге они просто как превращается машину для перерабатывания еды для набирания веса и постепенно тоже уходят из жизни я считаю это не свобода я считаю это патологией но это реально лечится может быть не настолько жесткие авторитарные методы как при наркозависимости алкоголизме но лечится точно так же и довольно успешно знаете для того чтобы уже знаете закончить тему с обговариванием тех видов зависимости хотел бы затронуть такую с моей точки зрения очень важную тему это интернет зависимость это компьютерная зависимость мне почему-то кажется что очень скоро это станет проблемой номер один потому что очень многие люди уходят как раз вот в этот виртуальный мир ваше отношение к этой зависимости обязательно поговорим занимаетесь ли вы лечением таких пациентов и насколько это опасно для здоровья это зависимость также как игровая зависимость и по силе психологическое воздействие на организм ну примерно приравность к зависимости от наркотиков очень сильные и я считаю что это требует лечения человек по сути дела оторван от жизни более того изменяется как личность он создает не просто проблемы для окружающих это действительно горе беда страдания для близких и лечение такое же как при лечении наркозависимости алкоголизма надо убрать эту психическую составляющую составляющую причем это происходит как правило не в течение одного курса вот рассчитано на один курс через какое-то время закрепление и через какое-то время еще закрепление чтобы добиться стойкого стабильного результата то есть сказать ты излечился ты здоров спасибо большое за ответ мы продолжим отвечать на ваши телефонные звонки после нашего сюжета таки объемы а это не ритуал это эмоциональный стан вдячности в результате лековальных сеансов у подсвидомости пациента практически на усе життя лековая закладается страх та відраза до алкоголю чи наркотиків у кінці курсу лікування йому руки дают чотки під дію гипнозу людина бьется в конвульсиях відчуває задуху тепер у підсвідомості це реакція на алкоголь чи наркотики розтиснувши руку усе минає немає наркотиків немає болю у братів Сергія та Игоря на двох невеликий бізнес будівельна компанія кожен з них гарний сім'янин і головне здорова людина а ще 20 років тому ці хлопці були наркоманами молодость юности все люди ошибаются а мы жили в лихие 90-е когда цыганский дом как говорится цыганская точка находилась просто через через улицу через дом то есть это было настолько тогда насыщено ну и нас эта беда просто не обошла стороной обидва приймали инъекційні наркотики алгоритм їхнього життя був простим украл сдал доза украл сдал доза заработок случайный доза хлопці зізнаються такою була їхня компанія восьмеро з десяти стали на шлях залежності двоє уже померли від наркотиків решта друзів чергує тюрму із дозою хлопці ж підтримували одне одного таки зупинились здесь очень важна в этом деле комплексная поддержка сім'я то ли это брат то ли это отец то ли мать то ли жена то ли дети смотря в каком формате человек попадает в эту миду найважче кажуть чоловеки зупинитись зуміти втриматись від спокуси самое страшное было что я вышел на улицу и меня окружала та же самая компания братів лікували методом шукової терапія результати показують такий метод дійсно працює 18 лет я меня вилечили и от сейчас ровно столько же я абсолютно нормальный человек нині лише на обліку в МВС перебиває близько 150 тисяч наркоманів і це лише офіційні дані насправді ж таких хворих не менше двох мільйонів точну цифру назвати складно однак щорічно їх кількість зростає в МВС кажуть більше половини вуличних злочинів скоюють наркомани а зупинити епідемию наркозалежності в умовах нашої країни майже неможливо Анна Варемій Майя Підгородецька Максим Шевченко для вашого медичного ток-шоу «Алло лікарю» ви смотрите програму «Алло доктор» спасибо что вы с нами тема нашей сегодняшней программы «Как вылечить зависимость» если у вас есть вопросы к нашему эксперту звоните не стесняйтесь мы ждем ваши телефонные звонки епідемия наркомании в Украине чому молоді хлопці та дівчата обирають залежність за якими ознаками можна запідозрити людину в вживанні наркотиків чи існують насправді колишні наркомани та які методи лікування залежності дійсно працюють і що таке гіпноз проти бажання отримати дозу телефон нашей студії 490 1134 у нас есть телефонный звонок здравствуйте слушаем вас алло здравствуйте здравствуйте вот виталий іванович добрый день добрый день вы мне скажите вот такую ситуацию у меня погиб сын был закодирован ну не пив повлияло ли его на смерть это кодировка а причина смерти ну там в общем тромбоз отрыв спасибо спасибо большое за вопрос вы знаете это как раз продолжение нашей темы виталий какие методы лечения существуют и в частности тот вопрос который задает наш телезритель насколько безопасно кодирование так называемое когда ну вот за один раз я так понимаю что устраняют вот эту зависимость и используете ли вы этот метод лечения в своей практике в отношении кодирования это кодирование подовженка однократно одноразово при алкоголизме давало эффект но это метод под личность под человека сейчас ученики того результата не добиваю не добиваются в отношении наркозависимости я сразу хочу сказать это процесс длительное излечение за один раз нереально если кто-то обещает ну я не верю и не верьте в отношении алкоголизма мое мнение точно так же процесс довольно длительный в отношении смерти возможно ли смерть дело в том что я во время лечения и мои ученики применяем так называемая супер стресс шоковое воздействие на глубинное я на подсознание где за знака плюс то есть наркотик алкоголь это расслабление это хорошее настроение это свобода это уверенность это счастье здоровье все меняется наоборот наркотик не свобода полное подчинение не радость счастья а тоска депрессия мучения страдания наркотик не жизнь а утрата здоровья наркотик и не надежда на дальнейшую жизнь а смерть а смерть то есть программируется глубинное я подсознание на употребление наркотика употребление алкоголя приводит обязательно к смерти ты будешь жить ты реально проживешь свою жизнь но без наркотика и кстати этот механизм вот психологического кодирования но зачастую срабатывает реально это вот мужчина там может быть совпадение может быть действительно сработал этот механизм кодирования когда запрограммированы организм подсознание опасно очень вы представляете что если кодировка вы говорите о том что кодировка действительно может привести разве к смерти смотрите если это не молниеносная смерть пациенты если возвращается к наркотику то идет по нарастающей повышение дозы идет по нарастающей действительно потому что внушенная боль она всегда есть при употреблении наркотика внушенная депрессия она всегда есть внушенное чувство тоски мучения страдания на всегда есть на короткое время наркотик гасит это состояние а так и человек с алкоголизмом и человек с наркотиком постоянно находится в состоянии саморазрушения деструкции и вот эти сеансы как раз дают возможность живи но без наркотика живи без алкоголя ты проживешь свою жизнь проживешь счастлива долгую жизнь с наркотиком у тебя не получится как раньше кайфовать не получится как раньше испытывать чувство счастья будет все очень быстро катастрофически быстро ты будешь просто уходить спасибо за ответ у нас есть еще телефонный звонок здравствуйте слушаем вас здравствуйте слушаем вас ваш вопрос меня зовут Ирина у меня человек он хворил в него панкреатит понимаете справа в том что при приступе в него вы кололи обезболююча налбуфин и пішла в залежность от налбуфина мы уже рик намагаем отсюда позвольтесь звертались и в областный наркологический центр на жаль нам там не допомогли он лежал месяц один раз інший его просто изменчивали дозу и все он выходит так само наркологический ну залежный от лікарского препарата и мы не знаем уже куда вертаться спасибо спасибо большое за вопрос ну вот очень жизненный вопрос хотелось бы услышать конкретный ответ как помочь вот семье которая нам дозвонилась во первых я бы посоветовал позвонить в клинику записаться приехать зависимость от медицинского препарата реально так обезболивающего да но он дает зависимость такую же точно как при зависимости от группы опиатных препаратов точно такая же не по собственным виде вине по случайно что начали вводить обезболивающий препарат но это подлежит лечению подлежит не просто временному перерыву а полному излечению но лечение такое же точно как при лечении наркозависимости точно длительная тяжелая авторитарная единственно надо смотреть насколько функция поджелудочной насколько там есть декомпенсация сохранена нормальная функция чтобы вот эти жесткие воздействия человек нормально переносил потому что для сеансов есть определенные ограничения я допустим не беру хронические заболевания в стадии декомпенсации психические заболевания нельзя epi синдром эпилепсия тоже нежелательно затем энцефалопатия грубое поражение мозга когда там практически не с чем работать там уже коры как таковой нет деменция точно так же бессмысленно работать и последняя категория когда пациент активно защищается и пациент не желает изменить что-то своей жизни к сожалению часть наркозависимым алкоголизм на себе поставили крест иногда удается таких людей переубедить иногда переубеждение даже вот как звонок того пациента который рассказывает что семь или сколько лет назад лечился у него все нормально создал семью иногда беседа и реально пример вот бывший наркоман вот бывший алкоголик он счастлив он жив здоров он дает стимул толчок мотивацию для того чтобы самому начать лечение но есть пациенты которые действительно на себе поставили крест они просто уйдут из жизни это ли вы знаете хотелось вас спросить в чем эксклюзивность если так можно выразиться вашего лечения в чем особенность вашего лечения почему к вам приезжают из европы из стран ближнего зарубежья там нету клиник которые занимаются лечением там нету шоковой терапии почему в чем особенность дело в том что вы правильно отметили что приезжает но сейчас меньше приезжают из-за ситуации в стране не рекламировал реально каждый приезжал с арфаной радио срабатывала зная бывшего из лечившегося которые уже годы живет нормально трезвой жизнью люди приезжают сюда даже без знания языка опыт мы это запатентовали с переводчиком ключевые фразы на сеансах переводчик переводит пациент входит в это измененное состояние и точно так же как и люди хорошо знающий язык реагируют те же реакции психомоторные и эмоциональные так вот особенность какова что тут затрагивается настолько глубинное подсознание я вот эта психологическая тяга доминанта алкогольная игрока наркомана которая считается ну реально неизлечимы всегда говорят что ремиссия и ожидания очередного срыва корни но я с этим не согласен потому что человек когда специалист начиная работать уже подсознательно ожидая что все равно это будет срыв все равно этот кратковременно это или косвенно или оговорками или просто своим поведением человек передает пациенту что это не лечится что это на время избавления что все равно ты через время к нам возвращайся я подхожу совершенно по-иному как любое хроническое заболевание иногда хирургическая методика дает возможность что забыли и поставили крест на этом хирургическом диагнозе есть методы которые в терапии в неврологии которые действительно заболевание хроническая по сути дела остающиеся на всю жизнь могут убрать убирают это не слухи это реальность и человек становится совершенно здоровым подходит у нас нашем центре коллег мой собственный подход это не просто переводится в фазу ремиссии это реально снимается реально убирается вот то что наркоманы говорят заноза гвоздь тяга как угодно там масса сленговых слов то что даже в тюрьме сидит в голове наркотик в снах приходит воспоминания о приходе кайфе реально когда проводятся вот эти сеансы а сеансы настолько авторитарные жесткие настолько действительно запредельно жесткие причем они идут по нарастающей не один сеанс там идет как крещендом музыки все более мощное все более сильное воздействие и из глубин подсознание называют а раковой опухоль на каждом сеансе пациент даже осязаемо чувствует как уходит через какое-то время он не может вспомнить ни кайфа не прихода и в отличие от постгипнотическое внушение которое через месяцы стихает и забывается закладывается доминанта настолько стойкая длительная и мощная что наркотик и есть боль наркотик и есть мучение страдания наркотик и есть сама смерть то есть это доминанта оказывается сильнее чем субличность наркомана алкоголика чем доминанта которая ну большинство моих коллег говорят не излечима хотя часть моих коллег со мной согласны едины в том что это лечится не излечивается не просто на короткое время дает ремиссию а реально убирается раз и навсегда спасибо за ответ у нас есть еще телефонные звонки здравствуйте слушаем вас добрый день добрый день виталий иванович это саша щеркас художник который я бывший пациент ваш пользу случаем хочу поблагодарить вас очень три года я уже живу новой жизнью полно то что виталий иванович услышьте все его это чистая правда почти большая правда и все помогло мне у меня все хорошо виталий иванович все отлично огромное вам спасибо поклон до земли спасибо вам приятно очень но я не очень вспомнил кто это виталий иванович хотелось бы поговорить остановиться на ну знаете я думаю что ноу-хау не побоюсь того слова это дистанционное лечение знаете ну вот сейчас в наше время ну очень много шарлатанов которые знаете говорят я могу вот по фотографии да мне не нужно за один раз вот когда вы разрабатывали эту методику дистанционного лечения ваша основная цель была я работая когда еще в стране не было катастрофы вот такой беды я постоянно думал как можно помочь большему количеству потому что ограничено центр количество палат больше не охватишь учеников четверо причем ученики отбирались очень тяжело очень длительно не каждый у них не каждый получается научительники мое мнение прекрасные профессионалы и работают великолепно так вот тогда еще я думал поначалу когда запатентовал метод так и думал что это под мой характер под меня меня не станет метода не будет потом слава богу что появились ученики в дальнейшем я постоянно думал каким образом можно расширить филиалы это учить новых набирать учеников обучение по сути дела идет не месяц и годы некоторые три четыре пять шесть лет чтобы добиться того результата который должен быть поэтому это нереально и когда началась стране вот эта экономическая сложная ситуация война и многие люди просто не в состоянии материально настолько обеднели я с прошлого года это проект у меня появился именно проект интернет онлайн лечения не эстрадное шоу не показательная не просто как развлекательный сюжет а настоящее лечение примерно 50 процентов тех услуг которые в клинике мы проводим это вынести за пределы то есть иностранцы сейчас боятся и отдыхать россияне и боятся настроены в данный момент у меня всего двое россиян и двое иностранцев это очень мало и такого никогда не было я прекрасно понимаю это из-за войны по сути дела вы не можете вы боитесь мы к вам приходим этот метод уже несколько групп опробовано проверено и уже в данное время концу месяца мы запускаем проект алкозависимость наркозависимость потом на очереди ожирение и посттравматический стрессовый синдром это отдельные программы туда что входит обязательно мотивация лечения желание раз второе как стационарно дому человек должен выполнять все вот эти назначения там будет и йога там и психотренинги там консультации каждый день это нереально консультация но консультации с терапевтами с невропатологами и возможно рекомендации лечения там консультации и работа с психологами психотерапевтами и самое основное вот эти что что является кульминацией сеансы когда пациент но к этому подходить нужно крайне серьезно в отдельной комнате изолирована от внешних шумов отключены телефоны рядышком кто-то как же так же как и у меня в центре рядышком кто-то из сопровождающих близкие жена брат мама папа кто угодно находятся и принимает это лечение там на экране пациент первое время наблюдает но мы достигли уже настолько такого качества звука что через наушники по сути дела эффект присутствия эффект погружения происходит и человек входит в трансовое состояние дополняется еще там элементы модифицированных холотропного лечения для чего нужен рядышком сопровождающий во-первых это пакет рассчитан на лечение на курс лечения не просто просмотр это интересно это шокирует но мне важен не удовлетворить чьё-то любопытство а получить результат по наблюдениям до 40 процентов положительных результатов реально можно достигнуть это при условии что серьезный настрой что человек лечится 20 30 дней подряд как у нас стационаре что получает все необходимые рекомендации все необходимые процедуры снимая физическую зависимость у себя дома в родном городе снять физическую зависимость ну честно говоря ума большого не надо не сложно масса центров и на дому снимает и можно снимать физическую и одновременно получать вот это психологическое воздействие и еще плюс вот этого так называемый дистанционного лечения я иногда рекомендую пациентам даже вот сейчас приезжать через какое-то время на закрепление имея интернет имея наушники и зная в какое время выходят эти сеансы человек заходит буквально к нам кабинет гипнотарий нет садится перед монитором входит в это трансовое состояние получает то что необходимо закрепление поддержку и иначе говоря не срываясь не уезжая не теряя время деньги он получает это воздействие это идеальный вариант и особенно еще идеальный вариант для тех кто хочет сохранить абсолютную анонимность но в центре анонимность гарантированно но есть пациенты которые не хотят чтобы их видели в лицо это реально можно вот через интернет проект получить воздействие причем по времени вот пакет рассчитан на 20 дней но пациент может продлевать потому что тут шаблонов стандартов нет если наркологических центрах там лишь 21 24 дня я всегда говорю индивидуально кому-то 20 дней и уже надо заканчивать потому что пережмешь уже до невроза доведешь а кому-то одного курса мало рекомендуешь через полмесяца приехать потом еще кому-то полтора месяца кому-то до двух месяцев все индивидуально пока не добьешься того что человек полностью освободился от зависимости игровой алкогольной наркотической передания и всех видов зависимости вы знаете вот все абсолютно то что вы говорите я я думаю что как и многие телезрители которые или немногие а те люди которые воспользовались вашим методикой они благодарны вам но при одном условии о котором вы уже сказали надо хотеть быть здоровым и надо хотеть избавиться от этой зависимости самое главное условие самое главное что делать членам семьи окружающим людям у которых есть внук сын дочка брат сестра которые не желают ничего менять своей жизни при этом они видят что они разрушают свою жизнь и окружающих можно ли обратиться к вам за помощью в такой ситуации бывают случаи были не единожды когда пациент формально соглашаясь либо сопротивляясь с ними интереснее работать через какое-то время полностью меняется мне еще раз повторяю интереснее работать с людьми которые скептически контролируют которые критически относятся которые недоверчиво реально через какое-то время обещайте спросить вспомни кайф приход у него не получается есть заведомо ну на которых я говорю можно ставить крест для родных я всегда говорю одну и ту же фразу когда вы жалеете кормите оберегаете опекаете своего сына дочь забудьте что это сын или дочь это вы опекаете оберегаете кормите лелеете наркотик уже от человека потому что наркотик особенно вот есть виды наркотика которые буквально считанные разы 234 раза и психологическая психическая зависимость уже присутствует причем настолько сильно настолько выражены что человеку уже семья родители все оставляет назад реально все назад все остается только доза достать только получить вот это зыбкое призрачное и мнимое иллюзорное чувство счастья и выйти от реальности постепенно уходя из жизни я говорю о новых наркотиках есть новые наркотики они дешевые вот эти курительные смеси все настолько разрушительно действует на психику мне раньше с этим не приходилось сталкиваться потому что это относительно новое но там так называемые психостимуляторы все намешано и человек превращается не просто в растение превращается психически неполноценного очень очень быстро изменяется психика молниеносно и в этом случае еще раз повторяю для родителей для близких будьте жесткими будьте непримиримыми не жалейте за наркотик за алкоголь человек должен платить должен осознать что он будет голодным он становится изгоем он всеми презираем и тогда когда он это прочувствует может быть давайте попробуем еще ответить на один телефонный звонок здравствуйте слушаем вас алло это меня да здравствуйте здравствуйте как вас там виталий иванович виталий иванович я извиняюсь виталий иванович вот у меня алкоголизм ну уже год восемь я бросал на полгода я бросал пить ну у меня ну когда я бросаю пить лечение то что тягу отсюда уберем это одно но то что научим и будем учить жить трезво любить трезво контролировать свои эмоции это тоже появляется страх потому что не хуже как раз и окружающим хуже когда я не пью и вот это как раз вы готовы тоже с этим побороться это психические изменения психические нарушения которые характерны для алкоголизма в состоянии ремиссии но это все приходящее это не на всю жизнь должны об этом помнить огромное огромное вам спасибо что нашли время прийти к нам в студию а я напомню что нас в гостях был василенко виталий иванович врач психиатр психотерапевт нарколог руководитель психотерапевтического онкологического центра в запорожье смотрите нас каждый будний день в 10 утра в 16 50 вечера будьте здоровы и и Субтитры подогнал «Симон»